Внешне-восточный фронт Тем, кому всемирная паутина недоступна, красот Half-Life 2 не видать. Вместо сомнительных реформ и экспериментов, возврат к истокам, к изначальному варианту Tomb Raider. Привет! Это программа с интригующим названием F.A.C.E. и я ее ведущий, Борик. Сегодня я, как и раньше, расскажу об играх в деталях и отвечу на ваши вопросы. Начну я с игры легенды. Принц Персии, кто ж его не знает. В 1989 году он выглядел вот так. А это принц образца 2005 года. Как видите, время он даром не терял. Возмужал, выучил несколько хитрых па и охмурил первую красавицу Востока. Но его величество не может жить без приключений. Новая серия похождений горячего персидского парня называется «Два трона». И скоро вы узнаете, почему. Как это ни печально, но товарищи из французского игрового гиганта Ubisoft окончательно ударились в жестокое самокопирование. И два трона как нельзя лучше это подтверждает. Увы, но в «Новом принце» мы получили практически тот же самый сюжет, геймплей и графику, что и годом ранее в «Warrior Within». Мы по-прежнему со стервенением бегаем по стенам и прыгаем через пропасти, рубим в капусту монстров и преодолеваем уже давно неоригинальные ловушки. От игры, которая вышла сразу на нескольких платформах, да еще и на движке двухлетней давности, конечно, никто не ждал графического чуда. Однако надежда получить что-то более-менее приличное была. И я не знаю, что стало бы с королевичем, не работая в убесов, талантливые художники и дизайнеры. Это их заслуга, что на столь древнем движке создана атмосфера самой настоящей восточной сказки. Все эти узкие улочки и закоулки разрушенного города, богатые дворцы и прекрасные сады, мрачные канализации, жуткие подземелья и величественная Вавилонская башня. Правда, проходить все эти красоты нужно быстро и аккуратно. Как и прежде, сохранять игру можно только в строго отведенных местах, которые располагаются на порядочном расстоянии друг от друга. Управление заточено под приставки, поэтому, если хотите получить от игры максимум удовольствия, подарите себе новенький геймпад. На российском рынке два трона, как и прошлое похождение принца, представляет компания Акелла. Игра издается в двух вариантах, на DVD или же в трех CD-дисках. Кому как удобнее. Чтобы принц не тормозил, вам потребуется машина с двухгигабайцовым процессором, 512 мегабайт оперативки, видеокарта уровня GeForce 4 или Radeon 8500. Да, и не забудьте освободить полтора гигабайта дискового пространства. Сюжет третьей части стартует аккурат с того момента, когда закончились события в Эрюр Веден. Принц в обнимку с обворожительной калиной прибывает в родной Вавилон и обнаруживает, что в стране опять царит хаос. Город в огне и руинах, монстры режут граждан на куски, а царевича встречает град стрел и крепкие заряды из катапульт. В довершении всего корабль принца, приняв в борт здоровенный булыжник, благополучно идет ко дну, а Кайлина попадает в плен. Хорошо, хоть королевич чудом остался в живых и сумел добраться до берега. Далее история закладывает лихой вираж, и мы узнаем, что очередную кашу заварил не кто-нибудь, а визирь из первой части. Кайлина гибнет прямо на глазах у принца, который от всех этих потрясений окончательно звереет, открывает в себе темную сторону и отправляется откручивать рога визирю и выбивать перья из его прислужников. В общем, шоу намечается совсем не детское. Собственно, раздвоение личности и есть главная фишка двух тронов. По сути дела, темный двойник — это второе «я» главного героя, которое появляется в строго оговоренные сюжетом моменты. Еще одно нововведение называется «Спидкилл». А что это такое, вы узнаете чуть позже. Большая часть ваших вопросов касается как раз этого приема. Итак, давайте поподробнее разберемся, что такое «Спидкилл» и как его правильно использовать. Главное, как можно более незаметно приблизиться к врагу. В это время экран начинает заметно пульсировать, а значит, самое время нажать кнопку на клавиатуре и устроить неосторожному злодею кровавую бойню. Принц начинает легко скакать через злополучного монстра, таскать его за голову, бить о землю и при этом наносить зверские удары ножом. Смотрится потрясающе, а от вас требуется лишь нажимать кнопку атаки именно в тот момент, когда кинжал загорается ярким светом. Если опоздаете или наоборот поспешите, негодяй отбросит принца, свистнет под ногу и вам волей-неволей придется биться с целой оравой злобных гадов. Вот, кстати, и ответ на один вопрос, пришедший по имелу от человека под ником Альф. У него не сложились отношения с первым боссом. Он успевает активировать спидкил, но вот что делать дальше не понимает. Главное, после того, как активируешь первый спидкил, больше не нажимать случайно ни одной клавиши, иначе ничего не выйдет. Восточный фронт. Неизвестная война. Это трехмерный шутер от первого лица, созданный российскими разработчиками. На западе игру окрестили как Абер Солдер. Главный герой, Карл Штольц, попадает в сети мирового заговора, в результате чего становится частью нацистского эксперимента по созданию идеального солдата. У нас официальные продажи игры «Восточный фронт» начались 18 ноября 2005 года. В качестве издателя выступила компания «Русабит-М». А разработкой занималась «Бурут Креатив Тим», которая некогда создала очень неоднозначный 3D-экшн «Кредит». «Восточный фронт», кстати, игра потрясающе неоднородная. Это чем-то похоже на катание по американским горкам. За взлетом обязательно следует падение. Даже в одном скриптовом ролике нас могут порадовать качественным началом, за которым последует совершенно ужасная концовка. Так что с самых первых минут стоит подготовиться к контрастному душу. Впрочем, если вы не патриот, и закаляться вместе с отечественными разработчиками вам большой радости не доставят, то, возможно, игра может вас и вовсе разочаровать. Средняя цена за фирменный DVD-бокс составляет 550 рублей. Для полноценного прохождения вам понадобится 4-й Pentium с частотой 2,4 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, видеокарта Atiridon 9600 или NVIDIA FX 5700 со 128 МБ. Впрочем, больной всё-таки скорее жив, чем мёртв. Игра получилась очень динамичная, быстрая и весёлая. К тому же её прохождение совершенно не напрягает. Здесь не нужно разгадывать хитрые загадки, нет и сражений, которые проходятся раза с 20-го. По стилю геймплей больше всего похож на Medal of Honor и Call of Duty. Та же самая линейность, те же самые скрипты и те же самые 4 звезды. Интересный момент. Система прокачки персонажа. В Восточном фронте нет классических очков опыта. Всё сделано куда забавнее. Хотите чуточку увеличить жизнь? Зарежьте за определённое время трёх врагов. Недостаточной энергии силового щита придётся продырявить три злодейских головы. Получилось в итоге очень смешно. В какой-то момент игрок, поняв, что ему не помешало бы увеличить количество жизни, превращается в эдакого маньяка с ножом, который бегает по уровню и десятками линчует фрицев. Выглядит это, кстати, не только забавно, но ещё и красиво. Внешне Восточный фронт очень хорош. Не последнее слово графических технологий, но картинка всё равно потрясающе красива. Высокая детализация, сочные спецэффекты, качественные модели, возможность чуточку порушить окружение. В общем, твёрдая четвёрка. Что касается уникальных способностей главного героя Карла Штольца, то он может генерировать вокруг себя силовой щит, который защищает от выстрелов противника. Причём пули не отскакивают от этого щита, а залипают в нём и остаются висеть в воздухе. Дальше начинается самое интересное. Например, можно бегать за врагами, стараясь загнать в их тела их же свинец. Или просто выключить чит, тогда пули сами полетят в своих же хозяев. Впрочем, последнее возможно только при достаточно большом количестве энергии. Если полоска почти пуста, то свинец просто упадёт на землю. Что же, я с радостью констатирую, что отечественные разработчики наконец-то научились делать качественные экшены. Ведь помимо Восточного фронта у нас в активе ещё есть не менее интересный украинский виви-сектор. Может, это и не супершедевры, но по крайней мере хорошие цельные игры, способные доставить немало удовольствия. Что же касается вопросов по Восточному фронту, то большинство затруднений вызывает пятая миссия с подводной лодкой. Ну что же, слушайте и запоминайте. Удачно проникнуть на подводную лодку получится только под видом механика. Главная задача – торпедировать транспорт, перевозящий ресурсы для восстания производства препарата Т-9. Команда не заметит вашего присутствия, пока вы сами этого не захотите. Когда судно достаточно удалиться от берега, начинайте искать припрятанное оружие. Вам необходимо уничтожить экипаж, связаться по радио со своими и уничтожить транспортный конвой. Дальше в вашем распоряжении окажутся два зенитных пулемета. Следите за торпедами, идущими к лодке. Расстреливайте их издалека. По возможности уничтожайте самолеты до того, как они начинают обстрел лодки. А теперь несколько общих советов. Помните, что щит не защищает от рукопашных атак и взрывной волны, поэтому старайтесь не использовать его при близком контакте с противником. Ну а если все же такое произошло, то выручить вас сможет только нож. Он в игре не выбирается, как и прочее оружие, а используется мгновенно при нажатии соответствующей клавиши. Смотрите во второй части программы. Тем, кому всемирная паутина недоступна, красот Half-Life 2 не видать. Вместо сомнительных реформ и экспериментов возврат к истокам к изначальному варианту Tomb Raider. Смотрите во второй части программы. Тем, кому всемирная паутина недоступна, красот Half-Life 2 не видать. Вместо сомнительных реформ и экспериментов возврат к истокам к изначальному варианту Tomb Raider. Хотите быть настоящими героями? Слушайте внимательно. Герой обязан сочетать в себе основные признаки как человека культурного и образованного, так и дикого, иначе никакой сложной личности из него не выйдет. Без хорошей физической подготовки и антирадиционного костюма, конечно же, тоже не обойтись. Однако, для завершения образа не менее важны и модные профессорские очки. Герой с такой внешностью производит впечатление человека сильного, волевого, начитанного и доброго. Догадались, о ком идет речь? Правильно, обо мне. Что? Фримен? Гордон Фримен? А, ну да, знаю такого. Кстати, похож на меня. Вторая часть легендарного Half-Life вышла спустя 6 лет после оригинальной версии, 16 ноября 2004 года. Разработчик – компания Valve Software, она же – локализатор игры в России. Распространением второй части Half-Life занимается издательство Soft Club. В комплект игры входит полная версия Counter-Strike Source и уникальный ключ, предоставляющий право авторизации в онлайновой системе Steam. На сегодняшний день в мире продано более 8 миллионов копий Half-Life и ее дополнений. Небольшое предостережение. В большинстве случаев игре для нормальной работы необходим доступ в интернет, чтобы зарегистрировать и подтвердить лицензионный ключ. Но стоит игре хоть раз вылететь, и она вновь потребует проверку благонадежности. Тем, кому всемирная паутина недоступна, красот Half-Life 2 не видать. Рекомендованные системные требования 4-й Pentium с частотой 2 и 5 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 5 ГБ свободного места на жестком диске и 3D-ускоритель с объемом памяти 128 МБ. Сюжет продолжает историю приключений ученого-исследователя Гордона Фримена. Если проходить игру думчиво, то более-менее полная картина происходящих событий складывается только к концу. Объединение комбайн – жестокая инопланетная раса, захватывающая и порабощающая миры. В результате резонансного каскада открылся портал в мир Зен, уже захваченный этим самым объединением. Гордон Фримен сумел свергнуть власть на местика Нигилата и освободить вартиганцев. После поражения в мире Зен объединение узнало о Земле. Пришельцы подготовили атаку и штурмовали нашу планету. За 7 часов сопротивление было подавлено. Земля капитулировала. Пришельцы использовали старый трюк. Они модифицировали человеческую расу, чтобы создать солдат, пригодных для сражений в городах. Эти существа в противогазах уже не люди. Планета медленно меняется. Объединение постепенно заменяет состав воздуха и осушает океаны. Человечество обречено на медленное вымирание. Но тут на сцену выходит заспанный Гордон Фримен. Неизвестные силы враждебные объединению выбрасывают его в столицу мира, чтобы тот, не подозревая о своем назначении, ликвидировал главную цитадель и освободил людей. То, что история Гордона Фримена заслуживает пяти звезд, не безосновательно. Далее геймплей, графика и звук. Но что тут можно сказать? Искусственный интеллект персонажей был выведен на качественно новый уровень. Шейдерная система генерации изображения аналогична той, которую студия Pixar использовала в мультфильме Корпорация Монстров. Анимация лиц персонажей стала возможна благодаря наличию сорока отдельных лицевых мускулов у каждого из них. А сейчас я научу вас играть в гравибол. Обычно загружается какая-нибудь большая открытая карта вроде Highway 17. Все участники берут в руки гравипушку и выбирают в качестве мяча любую бочку или лучше мину. Она больше всего похожа на футбольный мяч. Правда, если вы ее не поймали гравипушкой, а телом, то ну так даже интереснее. Ворота строятся из коробок. Правила просты. Если мяч упал на землю за пределами ворот, команда, забившая гол, получает одно очко. Но если его поймали, игра продолжается. Главное, чтобы то, чем вы играете, не коснулось земли за воротами. Ну а теперь ваши вопросы, мои ответы. Многих интересуют нацарапанные на стенах уровни лямбды. Зачем они нужны и могут ли помочь? Будьте внимательны и старайтесь не пропускать эти символы. Они означают, что где-то рядом повстанцы хранят запасы боеприпасов и снаряжение. Кстати, по поводу оружия. В игре есть довольно забавный бак с пистолетом. Возьмите его в руки, зажмите правую кнопку мыши, после чего нажимайте на левую, как при обычной стрельбе. Выстрелов не будет до тех пор, пока вы не отпустите правую кнопку. Зато после этого все пули вылетят разом. Возможно, у пистолета планировали сделать альтернативный режим стрельбы, но позже отказались от этой идеи. Следующий вопрос поступил нам по поводу шестого уровня под названием «We don't go to the Ravenholm». На этом этапе врагов намного больше, чем боеприпасов для них. Поэтому постарайтесь по возможности как можно чаще использовать подручные средства. Ловушки, диски, газовые баллоны, бочки, крюки и все, что не привинчено к полу. Серия Tomb Raider это история падения в такую пропасть, из которой обычно без посторонней помощи не выбираются. Самая первая игра этого длинного, как кишка, сериала вышла в далеком 1996 году и принесла авторам славу создателей главного секс-символа игровой индустрии. Надо было очень постараться, чтобы сесть в лужу с таким брендом. И разработчики из Core Design постарались и сели. Новый Tomb Raider Legend делал рук других творцов из компании Crystal Dynamics. Удалось ли им реабилитировать красотку Лару, вы узнаете прямо сейчас. Чтобы не наделать новых ошибок и не угробить сериал окончательно, новые родители решили пойти по пути наименьшего сопротивления. Вместо сомнительных реформ и экспериментов возврат к истокам к изначальному варианту Tomb Raider. Точнее даже к изначальной атмосфере, потому что сам геймплей как раз требовал большой переработки. Руководил разработкой Тоби Гард, отец Лары, который покинул Core Design сразу после выхода в первой части Тамбовского рейдера. В легенде все практически как в первоисточнике. Снова молодая Лара, снова дикие джунгли, гробницы, водопады, короткие шортики, два револьвера и акробатические прыжки через пропасти. Из нового, что появилось в Ларийскеном арсенале, можно отметить разве что магнитный крюк, при помощи которого можно ловко цепляться за металлические платформы и раскачиваться над оврагами. Теперь о графике. Что тут говорить, вы и сами все видите. Никогда еще Лара Ивановна не выглядела так с ног сшибательно. Готовьтесь к очередному апгрейду. Чтобы Ларе было просторно на вашем компьютере, позаботьтесь о том, чтобы внутри него билось 3-гигагерцовое сердце. 512 мегабайт оперативной памяти уже мало, а гигабайт в самый раз. Видеосистема это отдельная песня. В принципе, достаточно и 4-го GeForce, но вы не увидите того, что могут лицезреть счастливые обладатели карточек с поддержкой шейдеров 3-й версии. Графический режим Next Generation доступен только самым-самым. Например, GeForce 7800 или Radeon X 1800. Наверное, именно для всей этой графики и требуется 8 гигабайт жесткого диска. Пристрастие Лары к таинственным артефактам и пыльным гробницам никуда не делось. Что же наша красавица ищет на этот раз? Как всегда, некий артефакт, а точнее меч, который был разбит на много частей и разбросан по всему миру. Знакомая история? Самое время собираться в путешествия. Впереди нас ждут захватывающие приключения в Европе, Азии и бог знает где еще. Без донного рюкзачка, в котором помещались десятки аптечек и арсенал целого армейского подразделения больше не будет. С собой Ларат ныне может носить только два вида оружия, старые добрые пистолеты и что-нибудь крупнокалиберное. Также у нашей героини появились гранаты, скалолазный крюк, бинокль с режимами инфракрасного и ночного видения, фонарик и наушники с микрофоном. Помните, в начале программы я рассказывал вам про персидского принца? Теперь мысленно меняем местами наших героев и что мы видим? Никакой разницы. Игровой процесс практически полностью идентичен. Вместо мячей, пистолеты, колесницы мутировали в мотоциклы, а бесконечные прыжки так и остались бесконечными прыжками. Но все же Лара, на мой взгляд, куда симпатичнее. Приключения Лары всегда были наполнены всевозможными секретами и загадками. Помню, как я носился из одного конца уровня в другой в поисках многочисленных кнопок, рычагов и ключей. Иногда у меня даже получалось. А вот у нашего зрителя из Москвы по имени Иван не получается. Он задает вопрос, как удержаться и не сорваться в бездну? Когда висишь на каком-нибудь сучке, появляется значок «Рука», а потом Лара падает. Как это предотвратить? Попробуй нажать клавишу «Е» на клавиатуре, и тогда Лара вцепится двумя руками. Вот так. Еще один интересный вопрос задает игрок под ником Петруччо. У него возникли трудности с боссом в гробнице Артура. «Как убить эту тварь?» спрашивает он. «Дайте руководство». «Да на здоровье!» «Берите!» Слева и справа от твари есть по два колокола. Если выстрелить по одному из колоколов, он начнет сильно звонить. Тварь отвлечется от тебя на секунд десять и будет интересоваться только колоколом. Рядом с ним есть рычаг. Жмешь букву «Г» убрать оружие и цепляешь рычаг магнитным крюком. Тянешь на себя. На рыбу упадет что-то наподобие ловушки, отобрав у нее четверть здоровья. Потом надо повторить операцию три раза с другими колоколами. Подобных загадок в игре пруд пруди, поэтому мы еще не раз вернемся к нашей старушке Крофт. Обещаю, разлука будет недолгой. На сегодня, думаю, хватит. Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма и выуживать оттуда самые интересные вопросы. Напоминаю вам свой почтовый ящик faqsobaka.musdifistv.ru С вами был Борик. Увидимся ровно через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok